Пожалуйста, продолжаем нашу работу. Наверное, у нас предполагалось, что будет перерыв, но мы, да, кто хочет, может выйти, там, кофе, чай и так далее, и мы будем продолжать работу, так как вы делаете из графика. Пожалуйста, Михаил Александрович. Спасибо, Михаил Александрович. Как вы сказали, из графика не подливаемся, поэтому давайте, наверное, несколько сократим время выступления. Я попросил бы докладчиков отражать в своих докладах именно суть проблемы, которые они рассматривают, и сконцентрироваться на тех рекомендациях, которые мы будем носить в стратегии. Ну, как уже здесь было сказано Михаил Александрович, основа, точнее, цель нашей конференции – это внести определенные корректировки, дополнения, пояснения в разрабатываемой стратегии развития Якутской Арктики. Прошу первого докладчика нашей секции – это Балаценко Мария Ионовна, кандидат географических наук, доцент геологи и гемографического отделения института. Тема данного доклада – это исследование водного баланса гидрологического объекта фактической зоны Якутии в условиях меняющегося климата с применением ГИСТ-технологий. Мария Ионовна, давайте постараемся в минуту пять уложиться. Да, я, конечно, спросила свой доклад. Ближе к микрофону, пожалуйста. Вот, я, конечно, спросила свой доклад и начну, как бы, ну, не столько на самых главных, основных проблемах. В общем, формирование водного баланса в арктической зоне имеет ряд особенностей, обусловленных больше и меньшинствующих ветеорологических характеристик, однородной ландшафтной структурой и наличием сплошного распространения мерзлоты. Не на учет специфики культурного ландшафта в сочетании с недостаточным количеством пунктов наблюдений снижает степень достоверности и результатов расчета стоковых характеристик малоизлучений оптических рек и озер, которые выполняются традиционными методами, опирающими на статистическую обработку на гидрологических данных гидрологических постов. Ну, вообще, так известно, да, что на территории Якутии более 700 тысяч озер и такое же количество рек. И, соответственно, вот изучить вот эти вот водные объекты практическим путем невозможно, особенно в арктической зоне, в связи с труднодоступностью, соответственно, требуются новые методы и технологии. Ну, одним из них является изучение вот этих водных гидрологических объектов с помощью ГИС-технологий. Тем более сейчас вот ГИС-технологии развиваются довольно быстро и интенсивно. На самом-то деле есть множество вот спутниковых снимков довольно с хорошим качеством. Вот я могу их назвать, вот, допустим, Лансат-8, Сентинелл, да, вот, которые довольно хорошо отображают, но здесь есть еще вот один такой вот большой недостаток. Недостаток заключается в том, что у нас очень мало гидропостов на территории Арктики. И все вот эти вот существующие гидрологические посты, они в основном измеряют только уровень воды, расход воды, и там толщину снега, осадки, метеорологические посты. Но химический состав воды практически не изучают. Если даже вот рассматривать вот этот химический состав речных вод, озер, то это происходит либо на таком локальном уровне, либо вот происходит в какой-то определенный момент. Поэтому предлагаю для того, чтобы изучить полностью вообще вот весь, всю вот гидрологию оптических зоны, надо поставить вместе вот с этими, ну, конечно, увеличить количество гидробостов, это первое. Во-вторых, на каждую гидропостов, чтобы были вот приборы, которые определяют качество воды. Вот, тем не менее, вот все вот крупные реки, как раз вот их устье находятся в арктической зоне. В зоне это Аннабар, Лена, Яна, Индигирка, Алазея, Колыма. Но самое наибольшее количество измерений, ну, наблюдений, да, и по изученности, конечно, лидирует Лена. Вот, все время вот изучают вот устье реки Лены, да, вот Лена вдоль, поберег полностью, ну, как бы изучена, вот именно в плане изученности рек Якутии. А все остальные реки, они как-то вот игнорируются, или там изучены как-то довольно частично. Вот, и как известно, сейчас вот развивается Северный морской путь, и изучение вот гидрологических объектов, ну, требует особого внимания. Если раньше вот территория арктической зоны Якутии как раз распределялась именно по водосборным, по водосборам устьевых частей крупных рек, то сейчас вот от 15, да, или там от 13 мая, да, количество арктических курсов увеличилось, что очень похвально, да, и я, конечно, вот рада, и, ну, тем не менее, помимо изучения социальных вопросов, надо изучить гидрологию довольно усиленно, и так как концентрация вот пресной воды именно в арктической зоне Якутии самая наибольшая, и мы просто обязаны беречь и заниматься вот изучением гидрологии. И как-то вот даже когда изучает там климат, да, как-то гидрология уходит на второй план. Вот, спасибо. Спасибо, Мария Ионовна. Вопрос, пожалуйста, если есть конкретное. Нет вопросов? Есть какие-то лусы, которые работали с арктической? На последних было? Ну, вот я... Гидрологические работы. В 19-м году мы ездили в Булунский лус, в частности, вот заповедник Лус-Ленский, и там проводили гидрологические вот исследования, и, ну, доказали таким образом, что там озера вообще вот пресные, и имеют вот, ну, очень хорошую вот, ну, качественную воду. И надо просто вот, если мы не будем как-то вот халатно относиться, то мы можем это просто потерять. И самый-самый главный этот фактор – это химический состав. Постоянно, да. А? Не все? Не-не, по-другим образом. Нет, по-другим образом, к сожалению, из-за труднодоступности не изучали. Это очень, как, дорого вот находится, вот эта одна экспедиция. Вот у нас сколько... Мы как раз вот Иннокентий-Инокентий сейчас сидит, и он подтвердит, да, вот это, сколько вот за две недели, там, за три недели мы потратили, почти, там, миллион рублей на исследование «Одиннадцати озер». И как-то надо вот найти еще вот дополнительный вот метод, да, чтобы охватить чуть-чуть большой вот этот вот регион, ну, как бы, большой территорией. Это без технологии. Вот, кстати, вот, если бестилотники, да, вот это с помощью бестилотников можно, в принципе, составить карту, да, и вот этой вот, с помощью вот этой вот карты, там, измерить несколько точек, и потом вот сделать, как раз вот, рассчитать объемы киевых ресурсов. Давайте отвернемся на карту. Да, да, спасибо. Спасибо, Мальонова. Следующий докторчик у нас Матвеева Ольга Иннокентиевна. В зале я не вижу, нет? Да, идем дальше. Николаев Вячеслав Михайлович, кандидат биологических наук, главный научный сотрудник Итусского научного центра комплексных медицинских проблем. Тема доклада «Проблема диагностики и лечения холодовой травмы в артистической зоне республики». Прошу вас, Вячеслав Михайлович, но с той же просьбой. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я рад, что здесь присутствует на этой конференции. Рад, что здесь присутствует правительство и общественная организация. И, думаю, мы нас наконец-то услышали нашего предложения. Так, ну, разрешите представить доклад от нашей организации, который называется «Проблема диагностики и лечения холодовой травмы в артистической зоне республики». Пожалуйста, следующий слайд. Так, общее охлаждение и отморожение является одним из тяжелых видов холодовой травмы, до счета уходящих к ингредиентации пострадавших. Наиболее часто встречаются в Сибири и на грани Северной. Прежде всего, в Якутии. Одной из особенностей холодовой травмы в условиях Северной Афтинске и Северной Якутии, в случае, досягающей до минус 40 градусов является прижизненное объединение ткани. Температура ткани в этом может достигать до минус 28 градусов. Отморожение и объединение ткани относится к наиболее тяжелым видам холодовой травмы, которые требуют особых остатки лечения. В подателезе холодовой травмы сосудистый фактор играет немаловажную роль. По действиям низких температур, в минус 40 градусов и ниже, происходит объединение тканей. Ткани, сосуды, капилляры становятся крупными, для чего первая врачебная помощь должна быть включать применение теплослющей повязки, изведение больного в состоянии искусственной комнаты, исключение двигательной активности массажа, активного согревания. Пожалуйста, Вячеслав. В 2017 году с отморожениями и общим охлаждением в суббике поступило на социальное лечение 1187 больных. Из них инвалидами стали 492 человека. Умерло 142 человека. Пожалуйста, Вячеслав. Распределение пострадавших от холодовой травмы по социальному статусу показало, что чаще страдают люди трудоспособного возраста, 70%, из которых работающих 37%, не работающих 33%. Лица без определенного места жительства, пенсионеры, студенты, школьники, и их количество гораздо меньше, достигается не в процентах. Пожалуйста, следующий слайд. С 2005 по 2017 год отмечается неуклонный рост выхода на инвалидность от холодовой травмы с 40% до 60%. Это объясняется тем, что территориальный фонд ОМС не выделяет финансирование на бесплатное лечение от пострадавших лиц от общего охлаждения и отморожения, так как данная патология не входит в перечень болезни МКБ-100. В результате чего страдает эффективность лечения ввиду недостаточного лекарственного обеспечения в водовом отделении, куда направляют пострадавших лиц от холодовой травмы. Не внедряются новые методы лечения, применяются в выжидательном инстанции. Пожалуйста, следующий слайд. В результате применения... Следующий слайд, девушка, пожалуйста. Следующий слайд. Слушайте, пожалуйста. В результате выжидательной тактики развивается гондорина. Следующий слайд. В результате чего лечение ОМКБ-10, ампутация, ампутация конечностей. В результате, конечно, люди становятся инвалидными. Следующий слайд. В России международная классификация НКБ-10 10-го пересмотра принята как единый нормативный документ для учета заболеваемости. Причин обращения населения в медицинские учреждения всех ведомств причин смерти. Внедрена на всей территории Российской Федерации с 1999 года с указом Министерства здраво-растений. Больные с отморожением и общим охлаждением поступают в ожоговое отделение, но на лечение этих больных не предусмотрено средств ОМСОМС, так как в НКБ-10 таких диагнозов нет. Нужно отметить, что материальные затраты на лечение походавших лиц отморожения в три раза превышают стоимость лечения общих хирургических больных. Пожалуйста, лечить вас. В Якутском научном центре комплекс медицинских проблем со дня основания проводится исследование по изучению холодовой травмы на базе ожогового отделения Цепликарской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи. Разработанные методы лечения апробированы 70% положительным исходом, которые в дальнейшем запатентованы. Нами получены следующие патенты. Способ лечения отморожения в директивном периоде, снижение риска развития некроза и конечности при холодовой травме, способ предупреждения развития некроза и устройства для его осуществления. Пожалуйста, следующий слайд. Ну, вот видите, отморожение конечностей, следующий слайд. Еще отморожение конечностей стоп, рук, коленей. Температура ткани составляет меньше нулевой температуры, даже составляет отрицательную температуру, следующий слайд. В результате примененной тактики лечения, разработанной в нашем институте, прочие результаты просто-напросто являются потрясающими. Пожалуйста, следующий слайд. Это получается только 8 дней после отморожения. Как видите, уже некроза не развивается. Следующий слайд. Следующий слайд. Это 8-ой день после отморожения. Следующий слайд. 30-ый день после отморожения. Незначительные повреждения ткани. Ну, в общем, конечности у человека сохранены, и человек не потребуется выходить на инвалидность. То есть, пожалуйста, следующий слайд. Еще? Ага. Так, и, пожалуйста, придем к нашим предложениям. Таким образом, основной проблемой в лечении холдовой травмы в актической зоне с улицы Сахар-Якутии является отсутствие шифра болезней, входящей в холдовую травму, в международной каталоге болезней МКБ-10. В связи с этим, учитывая полученные результаты по лечению холдовой травмы, целесообразно. Расширить проведение научно-исследовательских работ по изучению механизмов замерзания в условиях сверхнизких температур минус 40 градусов и совершенствовать методы реанимации пострадавших в общем охлаждении. Рассмотреть вопрос внедрения на оригинальном уровне стандартов специализированной медицинской помощи, добиться финансирования лечения отморожений и общего охлаждения по территориальной программе ОМС. На уровне претисной циклики Сахар-Якутия поднял вопрос об открытии проблемной лаборатории с виварием для проведения научно-исследовательских работ во всех направлениях, в том числе для изучения действий холда на организм человека и животного. И последнее, внедрить научные инновационные достижения по изучению холда и травм, практическое здравоохранение Сахар-Якутия. Следующий пайс. Спасибо за внимание. Спасибо, Александр Михайлович. Уважаемые коллеги, вопросы? Постоянно принимаем эти вопросы, на всех площадках поступаем, но у нас, к сожалению, ни правительство, ни общественность не слышат. И поэтому вот такие участия в том, что у цифров нету НКБ, следовательно, на это не выделяются деньги в правительственном смысле на лечение таких больных, и результатом является высокое инвалидное. С точки зрения экономики, посмотрите сами, в три раза превышает лечение общего хирургического больного, но при этом человек выходит, становится инвалидом. И человек предоспособного возраста. Этот человек еще может принести очень много полезного в нашей стране, но в результате мимолетной слабости, алкогольного пьянения, либо другой причины, человек становится инвалидом и донесет его саммин. Очень большой ущерб для нашего правительства. И эта колдовая травма является краевой патологией, характерной для нашего ребенка. Валерий Кузьмин, а можно попробовать, какие общественные палаты в обществе? Я не слышал, что вы говорите общественные снижения, или какие общественные агрессии? Ну, по крайней мере, мы получаем патенты, почти изгодно, вы видите, сколько много по лечению этих заболеваний, но пытаемся выходить. Писали письма, правительство выросло. Общественное мнение, это общественная балласть, но некоторые роли имеют, но это имеет видность. Возможно, что... Комитет прошел. Хорошо. Почтем. Большое спасибо. Спасибо, Вячеслав Михайлович. Светцова Сарданна Афанасьевна. Есть? Кандидат технических наук, заведующий учебно-научно-технологической лабораторией технологий полимерных нано-композитов Северо-Сочного федерального университета. Тема доклада «Разработка и производство лизно-технических и полимерных изделий с повышенным мороза и агрессивной стойкостью для оптических регионов». Прошу вас, Светлана Афанасьевна. Здравствуйте, дорогие коллеги, гости, слушатели. Зашли представить доклад по нашей теме. Как показывает практика эксплуатации техники в условиях холодного климата, именно уплотнительные элементы в одном уровне мимитируют работоспособность и долговечность практически всех управляющих, питающих и слоев, устройств, то есть повременных машин, включая системы подачи топлива, пирамидического привода и смазки в ловкость в ловкость в ловкость в ловкость. Это обусловлено тем, что уплотнение подвержено воздействию практически всех негативных климатических факторов. И на слайде показывают нежелательные процессы, происходящие под воздействием определенных факторов. На темпе понижение температуры заметно снижается эластичность. У каких-либо материалов предотвижение определенных значений на расстоянии переходит в циклообразном состоянии. За температурным перепадом происходит замерзание, оттаивание влаги в ловкоотвещенах. Конденсация влаги приводит к примерзанию в плотнении к периметизируемым деталям. Солнечная радиация интенсивизирует процесс старения и так далее. В регионах с умиренным климатом, где температурный перепад несущественный, резиновые детали исправны и ненадежно выполняют свои функции. В нашем регионе температурные перепады могут до 100 градусов целиться. Температура не может падать ниже минус 60 градусов. В таких условиях резиновые технические изделия, предназначенные для эксплуатации в мире на климате, теряют свои уникальные свойства, эластичность. Что касается соленых блоков, гаммортизационных тулок, из-за недостаточной морозостойкости при низких температурами не только утрачивают демпфирующую способность выдерживать удары, но поскольку становятся твердыми и хрупкими, ломаются при ударах, что приводит к крайнему износу металлических конструкций. Немаловажным фактором является еще то, что при разгерметизации уплотнений происходит обриснение окружающей среды, горючей смазочной вещи с материалами, технологическими жидкостями, газовыми и другими вредными токсичными веществами. Следующий слайд, пожалуйста. Решение проблемы заключается в замене инфекционных полимерных композитов на наноматериалы, содержащие в своем заставе наномодификаторы с различными механизмами действия на полимерную матрицу, которые обусловливают поставливаемость материала и обеспечивают оптимальные служебные характеристики. В лаборатории технологии полимерных композитов Северо-Восточной Федеральной Университеты разработаны материалы, обладающие высокопрочными, морозостойкими, агрессивостойкими, жестостойкими свойствами. Лаборатория оснащена необходимыми научно-исследовательским оборудованием и научно-технологическим оборудованием. В качестве полимерной матрицы мы обычно используем полимеры и ковшевки, которые обладают исходными морозостойкими и агрессивостойкими свойствами, но следует отметить, что морозостойкость и агрессивостойкость – это параметр, который сложно совместить. В то же время они взаимосвязаны. Поскольку ледильные выплотители, как правило, работают, функционируют в рабочей жесткости, как масла, бензин и так далее, которые являются агрессивными по отношению к молостомерам, то есть происходит вымывание каких-то компонентов, которые поддерживают эти свойства, служебные характеристики. И, соответственно, когда вымывают эти компоненты, в конце концов резиновые изделия уже теряют их эксплуатационные характеристики. В данном случае именно использование нано-модификаторов способствует значительному снижению эффекта вымывания. Что касается полипетратуратилена, он, несмотря на свои уникальные характеристики, обладает очень низкой износостойкостью. И...